Многие ли из тех, кто живет в Москве, были недавно на Ярославском вокзале на выставке, посвященной БАМу? Я вообще человек очень странный, я люблю посещать такие места, которые, казалось бы, вообще не предназначены для постороннего взгляда, потому что даже та выставка, которая проходила на территории Ленинградского вокзала, посвященная строительству непосредственно железной дороги, и та, в общем-то, оставалась незамеченной, ну, на мой взгляд, наверное, 80, а может быть, даже и большим количеством процентов проходящих мимо людей. А на Ярославском вокзале была, может быть, до сих пор, если не знаю, сходите, поинтересуйтесь, выставка, посвященная строительству БАМа. Я, конечно, охренел очередной раз, причем больше всего я поразился даже тому, чего я не знал. Это совершенно потрясающая советская модернистская архитектура вокзалов, то есть она прекрасна. Она вот примерно как вот это вот на заднем плане, это санаторий, который находится в курорте в Сестрорецке. Это вот совершенно замечательный образчик той архитектуры, которая ушла и, судя по всему, уже больше не вернется никогда. У нас, опять-таки, сейчас есть такая тенденция иногда про многие советские постройки, говорить в таком уничижительном стиле. Но да, может быть, там какая-нибудь хрущевка, которая утыкана лоджиями деревянными, это не айс. Но были очень достойные сооружения и, более того, изначально, когда смотришь на то, как это все задумывалось, например, я вот смотрел там Новоизмайловский проспект, да, вот эти вот, ну, я про Петербург в данном случае говорю, вот эти так называемые точки девятиэтажки и вот эти вот хрущевки. И когда это все в первозданном виде, это смотрится очень круто. Это все чисто, все было продумано с точки зрения озеленения, но потом вселились туда люди и начали облагораживать. Облагораживать фасады посредством как раз изведения вот этих лоджий, кто во что гораст. И это то самое классическое столкновение сочетания Советского Союза и Совка. Вот наша страна, она, знаете, как двуликий Янус. Мне тут, конечно, подсказали и совершенно справедливо подсказали, что, наверное, все-таки Совок это такое мещанство. Но вот мещанство мещанством для меня оно выражается в конкретных вещах, именно в наследии, в нашем советском наследии. Потому что оно есть как великое, так есть и совершенно идиотское. У меня было несколько выпусков в серии «Россия. Чужой взгляд», когда я еще только им занимался. Я там рассказывал про плюсы и минусы Советского Союза, потому что у меня вот такой подход, я люблю с разных сторон смотреть на одну и ту же проблему. Выяснилось, кстати, что многие проблемы были региона, регионального характера. Ну, та же самая, например, туалетная бумага где-то была, да, то есть можно было свободно купить. В Ленинграде ее не было. Ну, в общем, естественно, там кого-то задело, потому что есть, знаете, чувство верующих. У нас считается, что есть оскорбление чувства верующих, которые в храмы ходят, а есть еще верующие великого Сталина. Их чувство тоже очень легко оскорбить, абсолютно. И я до сих пор не понимаю, в чем разница между вот этими, кто целует в попу батюшку царя и теми, кто целует в попу батюшку Сталина. Для меня это все одного поля ягоды, просто с разными там цветами, с разными какими-то вещами. Они будут с пеной рта доказывать, что нет, это все не так. Но по факту, если смотреть на это именно как какое-нибудь, ну вот, даже не знаю, какое-то слово назвать, чтобы никого не оскорбить. Ну, как бы, человек с незашуренным сознанием, то по факту оно так и получается. Ибо вот один из ключевых моментов, с которого я хотел бы начать, это системный подход. То есть я всегда привожу в пример Соединенные Штаты Америки, в которых я не хотел бы жить на самом деле, но я понимаю те, кто там живут. Там сменяются президенты, они разные. То есть вот уже были всякие и там тупой Буш, и чернобровые, чернокудрые Обама. Вот сейчас у нас пришел, значит, господин Трамп, якобы там наш агент. А система, она работает, она продолжает работать. Говорят, что вот у них там долг какой-то, все, сейчас они сдохнут, вот дохнут. Дохнут, вот года идут, они все дохнут, только мочат всех вокруг, да. И только и ходим-то мы в основном на какие-нибудь англиюстские фильмы, и используем мы какую-то продукцию, которая американская по задумке и китайская по производству. Но бенефит-то основной все равно остается в Соединенных Штатах Америки. Но мы об этом поговорим еще в разрезе компании Google, понятно почему. Я хочу вспомнить один момент, совершенно отчетливый. Это газета «Ленинские искры». Я туда написал письмо в свое время, я там помог одной бабушке донести сумку. И там какие-то ребята, они меня высмеяли за это. И мне было так обидно, я был еще маленький, я написал письмо в газету «Ленинские искры», его напечатали. Я там говорил о том, что ну неужели это так вот зазорно, это же вроде там Тимура, его команда была баблами. Сказать, конечно, Павел, надо помогать бабушкам. И вот как-то я это с тех пор усвоил до конца своей жизни, что там надо помогать бабушкам, девушкам и вообще прочим. Это не значит, что я там, знаете, такой черный плащ летит на помощь. Как только вижу какую-нибудь бабушку, так сразу срываюсь, из машины вылетаю и говорю, бабушка, сейчас я тебе помогу. Нет, конечно, да, все в пределах разума, и я как бы не строю себя там какого-то. Но, смех смехом, но в этой же, в этой же газете, вот в том же номере, я почему просто запомнил, потому что я, естественно, его сохранил. Этот номер газеты «Ленские искры», ну, письмо мое, моя первая публикация, можно сказать, в СМИ. Я уже не знал тогда, что я буду работать журналистом и даже главным редактором долгое время. Там была статья про джинсы. Она высмеивалась ношение джинс, вообще вот это вот поклонение этим джинсам. Поклонение вообще, джинс, какое в бане поклонение? Ну, как бы ладно. И там вот в качестве, так сказать, наглядного примера такой ролевой модели человека, который поклоняется этим джинсам, приводилась группа Pink Floyd, естественно, в уничижительном характере, что вот, там, сначала джинсы, потом Pink Floyd, и все это так вот, значит, ужасно, все это так, непотребно. Единственный результат этого всего, ну, джинсов у меня тогда не было, как бы, у меня были кроссовки, джинсов еще не было. Был мой интерес к этой самой группе. Мне стало реально интересно, что же это за группа такая. Узнать об этом не представлялось никакой возможности ни у кого. Ну, на дворе был там, не помню, какой-то дремучий 1983-84 год, то есть уже вот это полное издыхание этой системы, которая себя уже изжила на тот момент полностью капитально. И потом уже спустя несколько лет я выяснил, что оказывается, группа Pink Floyd это не просто величайшая в мире группа, а это вообще величайшее явление в культуре там и 20-го, и 21-го века. А мне вот ее преподносили таким образом. А учительница начальных классов нам говорила, что группа KISS и группа ACDC, они неонацисты. Ну, потому что она отбирала у школьников фотографии. Тогда, знаете, была такая тема, тоже сейчас кому расскажешь, какому-нибудь хипстеру, он как бы даже не поверит в это. Были фотографии, и вот эти фотографии перефотографировались, соответственно, печатались и продавались за деньги. И вот у тебя была там фотография, например, группы KISS, где они там все размалеванные. Господи, знал бы я, какую вообще попсу они играют на самом деле, этот глэм-рок, да, ну, тем не менее, да. ACDC к ним претензий нет, они вот прям рок-н-ролл, как вечно молодой. Ну, так вот нам рассказывают, что они реально нацисты, ну, потому что, видите, у них знаки вот такие, там, СС и ACDC вот такое вот. И я какое-то время думал, что да, вот на Западе, вот у меня дедушка воевал с фашистами, а вот на Западе вот оно прокралось. Ну, потому что я не слышал же эти команды. И вот, ну, зачем так было врать? Ну, вот реально, ну, это же, ну, это просто какое-то днище. Я обожаю группу ACDC, то есть у меня есть несколько песен. Ну, вот мне, у меня был период, когда мне было плохо, я включал несколько команд, вот, как бы, несколько песен. Значит, рок-н-ролл мертв, аквариум, соответственно, у кино было несколько песен, если говорить про нашу музыку. Ну, и вот, с той стороны, это естественно, ACDC, ну, и там, потяжелее немножко, там, Пантера и R.H. Гендер Машин. И мне это реально помогало, ну, то есть мне это бодрило, я как-то приходил в себя, да, то есть мне сразу бум-бум. Знали бы они, что они, оказывается, неонацисты, что они вот такие. Почему так говорилось, почему так вралось? Потому что был страх. Страх за то, что советский человек, он приобщится вот к этой поганой западной культуре, и, соответственно, все рухнет. По факту так и произошло, но я, конечно, знаете, не люблю сослагательные наклонения, но мне кажется, вот это идиотизм. Это идиотизм строить все на системе запрета, потому что, опять-таки, это не системный подход, это конечная история. Ну, как бы, ты вот запрещаешь, запрещаешь, мы же сейчас говорим не про то, чтобы там нарушать закон какой-то, да, мы сейчас говорим про какие-то элементарные вещи. И я вот иногда думаю, там, 50-е года, там, Эл-Эспрессы, 60-е года, там, всякие Битлз, Роллинг Стоунс, а там уже вообще-то начинают, увидят, андеграунд, 70-е года, весь это глэм-рок, потом панк-пост-панк и все такое прочее. И посмотрите, как бы, что параллельно происходило у нас. Ну, то есть там уже все случилось, там уже все было. С кинематографом все то же самое, да, и технический прогресс, и все какие-то концептуальные вещи, начиная там с французской новой волны и заканчивая там неонуаром в Соединенных Штатах Америки. А у нас вот как-то так, ну, там, ну, Сталкер, да, Тарковского, там, я не знаю, вот Борис Гребенщиков там где-то подпольные концерты дает с Майком Науменко. Ну, в общем-то, и это все. Ну, и ясно дело было, что это рано или поздно закончится, ну, потому что невозможно. При этом параллельно шла вот такая очень, опять-таки, никак не описуемая, такая энтузиазистская, энтузиазистская работа, да. Люди ходили во всякие там походы, стройки, прочие, стройотряды те же самые, я их даже застал. Они сейчас, по-моему, возрождаются, я вот вижу там людей в этих стройотрядовских куртках. Но я застал еще вот именно советскую волну со всеми этими лычками, вот со всей этой вот историей. И как бы Родина тебя приучала к двум совершенно дементриально противоположным вещам. С одной стороны, она тебя приучала к чему-то очень хорошему, светлому и доброму, да. То есть, вот эта клятва пионеровская, она же, ну, как бы не о плохом. А с другой стороны, она тебе говорила, что вот самая хорошая одежда – это серые брючки глаженные, белая рубашечка. Прическа у тебя должна быть под канатку, вот я сейчас помню, под канатку. Вот такая у тебя должна быть причесочка. Ну, можно на лысы. На лысы, кстати, тоже не приветствовалось. Надо вот как-то было так, вы знаете, что-то средненькое такое, чтобы маме приятно было и тебе. И как только начиналось что-то там влево-вправо, вот эта вот фраза под названием «Оно тебе надо?» «Оно тебе больше всех надо?» Ну, то есть, как бы, да, или, знаете, еще, «Ты самый умный?» Отличная вообще фраза в стране, которая породила новую вообще интеллигенцию. То есть, ведь это советская интеллигенция, это все в основном-то как раз результат поколенческих смен, которые пришли там с деревень, с заводов и так далее. И в итоге сейчас мы это все едим. И у меня очень часто, мне иногда, знаете, говорят, что там я вот там обсуждаю какие-нибудь комментарии, ну, и типа думаю, что это какая-то рефлексия. Это не рефлексия. Была бы эта рефлексия, я бы всех банил бы и все тер. Нет, это на самом деле прекрасное там маркетинговое исследование, это прекрасная фокус-группа, потому что это же все живые люди пишут. И потом бывают очень смешные ситуации, когда там вот у меня один зритель помогал мне снимать клип про Поклонска-Милонова. На деле оказался, ну, такой совок, ну, такой мудак, ну, просто редкий, реально. То есть он вот такие вещи пишет, и видно, что вот это тот самый вот верующий, чьи чувства оскорбляют там некоторые мои посты и прочее. Хотя ты не пишешь ни о чем субъективном, ты какой-то факт переводишь, да, медицинский, а он тебе там в ответ, не знаю, там, Макаревича постит, например. Ну, почему есть Макаревич на самом деле, да? И все такое прочее. Так вот, народу до сих пор не дает покоя вот все, вот все, что его окружает, все, что касается других людей. Вот сделал я выпуск про, там, не знаю, внучку Сталина. Ну, не нравится мне, как выглядит внучка Сталина, но это ее личное дело. Ну, я не стану писать, как некоторые, что этот кусок говна, это проститутка, это то, все. Господи, какая вам разница? Ну, это ее личная жизнь. Она что хочет, так и делает. Ну, как бы спасибо дедушке за такое счастливое ее, там, не знаю, детство, не знаю, и все остальное, да? Она-то здесь при чем? Она продукт, во-первых, своих родителей, во-вторых, той среды, где она оказалась. Она оказалась на Западе. Вот там так принято. Ты хочешь ходи в белой рубашечке и серых брючках, а хочешь ходи, я не знаю, там, весь зататуированный с головы до ног и там, весь пропнутый, и всем насрать абсолютно. Но это не про нас. Вот, казалось бы, все меняется, все течет, как вот эта вот замечательная вода в Финском заливе, но нифига. До сих пор, вот буквально, вот-вот, 20 минут назад, да, ну, вот про эту футболочку мне там писали. Кстати, из США привезенная приятелю моим специальным мне подарил Кирилл. Спасибо ему большое за это. Там какой-то выпуск про чай, по-моему, где я сижу в этой, купленной в Музее современного искусства на Петровке с Шагалом, такой принт. И тетенька одна написала, какая отвратительная футболка. Я говорю, ну, это тест на совок и на ханжинство, потому что, на самом деле, это Марк Шагал. Она у нее пишет, я не совок и не ханжа, а просто Марк Шагал, это отвратительно. Ну, как бы это же и есть совок. Ну, может, для тебя это отвратительно, но тебе-то какое дело? Ну, а для меня не отвратительно, вот я это надеваю. Мы же понимаем, что искусство – это субъективная вещь, да? Ну, если бы я говном весь измазался бы, да, и перед вами предстал, ну, наверное, это было бы не очень приятно, хотя вы даже не услышали бы запах. Но здесь-то речь идет о какой-то всего лишь навсего футболке. Или вот проработал я в глянцевом журнале и понял вообще, ну, вот, крутость там различных одежд. Сам я никогда так не стану одеваться, просто потому что я веду очень активный образ жизни, я постоянно езжу, я бы и рад, на самом деле, костюм надеть. Ну, представьте себе, например, когда каждую неделю мотаюсь в Москву туда-обратно, да, и там по разным местам ночую, и у знакомых, и в гостиницах иногда бывает. Вот эти вот костюмы, вот эти рубашки, ну, вот, футболка, бриджи. Тем более я на велосипеде все время беру с собой свой маленький велосипед, но какой в бане костюм. Но, тем не менее, я знаю, что, например, смокинг надо одевать с кроссами, а еще лучше с кедами, потому что так вот круто. И девочки это очень оценили, некоторые мне интересные девочки. А вот некоторые совки написали, что не умею носить костюмы. Ну, да, для них я не умею, и слава богу, что я для них не умею, потому что не для них надето, на самом деле. Для меня надето, мне так кайфово. New Balance и смокинг – это самая круть. Вот как раз со стуфлями это был бы, наверное, для меня совок, а так нормально. Какую-нибудь шапочку наденешь вот с такими штучками, я помню, много лет назад. Господи, сколько всего было. Да и как это можно, как вообще, как выглядишь, как пидор. Вот это тоже, не буду касаться, я уже проезжался по этой теме. Ну и, наконец, вот ситуация очень показательная, случившаяся уже в моей практике. По-моему, года два назад я поднял цены на свои экскурсии. И одна тетенька, которая никогда ко мне не ходила, и которая никогда вообще ничего хорошего не сказала, написала «Скромнее надо быть». Ну вот, наверное, собственно, это и есть. Вот тут самое «Оно тебе надо», ты самый умный, «Скромнее надо быть». Какое тебе нафиг дело? Тебя кто-то призывает, на самом деле. Вот тебя клещами ко мне тащат. Ну что, или вот сейчас вот я буду выпускать альбом нового проекта. Долго возился с обложкой, вот, наконец, придумал вот такую, да, там, долго подбирал дизайнера, чтобы мне все разместили. Сначала даже тесты сделал, хотел найти кто-нибудь, чтобы из моих зрителей это сделал. Разместил только фотографии, и один персонаж, у меня подруга одна очень долго усыкалась от этого. Один персонаж написал, что «Как мне не стыдно, то есть в таком возрасте вот так себя вести». Вот он там, понимаете, троих детей родил, он самореализовался. И при этом он написал, что он, кстати, в креативной индустрии какой-то сам. Ну я ему что-то ответил и забыл. Так он потом начал мне лично писать. Причем с просьбой объяснить, почему я вот не реагирую на его какие-то там поползновения в мою сторону. Вот чтобы я ему объяснил, в чем он неправ. Ты мудак просто, ну как это можно объяснить, в чем ты неправ. Ну как бы, вот ты так живешь. Я никогда не смогу залезть к человеку на чужую страницу и написать «Боже, какая уродская фотография». Я бы в своем возрасте так никогда бы не сфотографировался. Да потому что я понимаю, что это его личное дело. Как он хочет фотографироваться. Хоть с голой жопой, хоть в бантиках. Ну это его жизнь. А вот тебе, у которого, кстати, лица нет, естественно, да, я хрен знает, кто он вообще такой. А вот тебе, как бы, дело есть. И вот и так вот до бесконечности. Ну ладно это, это понятно, интернет. Вот как бы уже пример из моей профессиональной деятельности. Водил тут экскурсию. А родилась она, на самом деле, тоже случайно. Я обычно раньше проводил экскурсию с Витебского вокзала. Мы сразу чапали на Семеновский плац, где там была казнь Петрашевцев и потом, значит, на родовольцев. Тут мне один тоже упоротый объяснял, что нельзя говорить, что казнь Петрашевцев. Их же не казнили. Изначально это была казнь Петрашевцев. И везде так и пишут. Казнь Петрашевцев. Во всех книжках. Хоть по истории, хоть по краеведению, хоть куда угодно. Ну ладно, не суть. И там есть, соответственно, переулочек такой Г-образный. Там бани, где Савенков отлеживался после теракта, когда убили министра внутренних дел Плеве. А рядом, соответственно, музей. Музей, где сейчас он называется музей разночинный Петербург. И там, оказывается, практически год жил молодой Ленин. Еще в те времена дремучие, когда он там был помощник присяжного Поверенного. И там сохранилась его мемориальная комната на третьем этаже. А внизу музей очень неплохой, на самом деле. Как выяснилось, там есть макет всей этой территории с этим Семеновским плацом. Там очень много про этих самых Семеновцев. Реконструкция блокадной комнаты. Реконструкция вот этой вот комнаты самого Владимира Ильича. Молодого, как Феникс. И там даже два реально предмета из той эпохи, которые принадлежали этой комнате, когда он там жил. И я так впечатлился, потому что я понятия не имел. То есть я, ну я петербуржец, там третьим поколением, вся такая фигня, профессиональный гид. И я даже не знаю, и я не знал про этот музей. Но что уж там говорить про каких-нибудь там туристов. И, ну, я думаю, блин, надо снять сюжет про это. Ну, как-то помочь ребятам в такое дело хорошее. Вот, вызываю там научного сотрудника. А там, естественно, ну, как вы понимаете, очень людно. Я и, я там читал четырех научных сотрудников, еще каких-то там две-три их смотрительницы. Я вызываю, говорю, а кто у вас тут главный, вот, хотел спросить. Выходит какая-то тетенька. Я говорю, вот, можно как-то интервью там взять, может, сюжет какой-то сделать. Там вот у меня канал, бл-бл-бл, я могу ссылку прислать. Она говорит, идти нельзя. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, вот, нельзя, нам запрещено съемки. Мы вот там под Министерством культуры сидим и непосредственно им напрямую подчиняемся. Вот нам запрещено. 21 век. Я помню, я был в Париже, в музее подделок. И прошел по журналистскому удостоверению. И в итоге вышла девочка, которая всунула мне визитку, сказала, если мне что-то надо, пожалуйста, обращайтесь. Я уже рассказывал об этом, но вот это очень показательный момент. То есть, как бы, вот это что такое? Вот это и есть тот самый, ну, как бы, совок. Сейчас любой музей заинтересован в том, чтобы как-то привлекать аудиторию к себе. Вот я был тут в городе Юрьевец, в Ивановской области, снимал там сюжет про братьев Весниных. У них там музей в этом, Юрьевце. И вот там такая молодая прикольная смотрительница, она тоже говорит, что там надо как-то вот привлекать. И говорят об этом, но при этом ни у кого никакого понятия нет. И вот ты приходишь, что-то там предлагаешь, тебе говорят, нельзя. Но я и сразу сказал, что, знаете, ну, с таким подходом вам обеспечен, конечно, трафик туристический. Тем более, что этот музей, он даже не на какой-то там центральной улице находится. Он реально в переулке. То есть, если ты специально о нем не знаешь, ты туда никогда не попадешь. И вот такое получается сплошь и рядом. Тут сходил на петербургский канал Культура, меня позвали, хотели какую-то там передачу делать. Я пришел, я, честно говоря, охренел. Ну, то есть, как бы, я, я, конечно, знал, что там происходит. У меня там масса знакомых работало на телеящике, там, и на Пятерке, и на РТР. Но, как бы, это все было очень печально. То есть, я им начинал задавать вопросы про целевую аудиторию, про то, про все. А там вот такой, знаете, вот такой предпенсионный такой конгломерат. Когда они меня позвали на вторую, соответственно, встречу, я сказал, честно, я, знаете, я даже не поеду. То есть, я вот вам послал, я написал, послал вам, что вы просили. И я думаю, это вполне достаточно. Второй раз ехать, ну, чтобы все то же самое обсуждать, не имеет смысла. Позвонил режиссер, мне, она даже не удосужилась сначала посмотреть, что я послал. Ну, я, я не знаю, я работал вам редактором, я как-то, я был в полном вообще шоке. Я написал об этом без упоминания имен и фамилии, естественно, пост. Они прочитали, расстроились, сказали, что больше они со мной общаться не будут. Я очень тоже расстроился, плакал 4 дня, 4 ночи. Ну, в общем, понимаете, как бы, вот люди переживают за то, что у нас государство дает бабки на фильмы, которые говно. А вот есть просто целые там музеи, каналы, куда огромное количество бабла вливается. И они понятия не имеют, как вообще, что такое контент в современном понятии. Что это такое, как его подавать, какими вообще средствами. Как вообще работать с целевой аудиторией, каких специалистов нанимать, по каким критериям. И это, это не просто совок, это, это совчина. Вы давно смотрели телеканал «Культура». Хотя, кстати, я хочу сказать, там есть неплохие передачи, ну, про Москву я смотрел там парочку. И очень хороший проект, мне очень понравился «Красусь и город Петров». Но это про центральный мы говорим, а я сейчас вот про наш местный, питерский. То есть, да, много вы смотрели этого продукта. И в итоге, куда ты не ткнешься, тебе хочется найти какие-то реликты великой страны. И ты находишь их только, ну, не знаю, там, в архитектуре какой-нибудь, там, еще где-нибудь там. А остальное – это все великие комплексы. Это все великие, неизжитые комплексы. И я, например, вот у меня нету под моими выпусками вот этой волшебной строчки «Задонать». Ну, то есть, у меня есть несколько лекций, там я когда-то поместил, потому что люди мне реально писали, типа, Павел, мы не можем приехать, но хочется посмотреть, давайте мы разошлем. Все. Под всеми остальными выпусками нет. Ни здесь, ни на канале Гоблина нет у меня. Когда мне люди пишут, куда заслать денег, я говорю, не надо мне заслать денег. Ну, вот не надо. Ну, хотите, приходите там на экскурсии на мае. Не можете, смотрите бесплатно. Почему я так делаю? Это наследие Советского Союза. Ну, вот, как-то меня так воспитали, я это помню, я это устаканил. Продокс в том, что, ну, наверное, не все, но большинство всех этих левых коммунистических каналах, там все, там, донаты, стримы, вот, бабло, бабло, бабло. Засылай, засылай, засылай. Жесткая модерация, везде. Бан, труд, комментарии. Мне ничего нет. Пожалуйста, пиши, что хочешь, обстирай меня как хочешь. Ради бога. Если у тебя проблемы психологического характера, это сюда. Вот. Я тебе даже, может быть, пару раз отвечу, но потом, извини, друг, у меня нету такого количества ни времени, ни силы с тобой общаться. Вот это уже не наследие Советского Союза, это я уже уяснил после. Вот этот вот, пожалуйста, вам стык, да, что не надо брать с людей деньги за каждое свое действие, но при этом пусть они делают то, что они желают, потому что это и есть демократия в интернете. Если вы мне начнете говорить там про то, что оскорбление и прочее, ну, так введите, пожалуйста, регистрацию там по паспорту, по телефону, как у нас же сейчас, вот симку без паспорта не купишь, введите. И все сразу станет хорошо, потому что можно будет засудить человека за комментарий. А пока этого нет, вот нужно так, да, пусть пишут, потому что это такая жизнь, такая страна. И вот там очень много, очень много совка. Ну и самое главное, где они это пишут-то? То есть мы сейчас говорим про систему YouTube, да, я в свое время там погорячился, сказал, что это гугловская придумка. Конечно же нет. Ну, как и Facebook когда-то купил Instagram, так и Google когда-то купил YouTube, поскольку он покупает все. Все самое хорошее и лучшее. Так вот, что касается компании Google. Я думаю, я не открою вам страшную тайну, если скажу, что она была придумана и реализована двумя ребятами. Один из них родился в городе Москве. Фамилия у него, конечно, на первый взгляд совершенно не русская. Но она априори не была русская. Его фамилия была Брин. И родился он буквально вот на два года раньше, чем я. И вот этого Сергея Михайловича Брина в 1979 году вывезли родители в США. Ну почему? Потому что тогда шла волна вот против этих безродных космополитов, все такое прочее. И они выезжали в эту страшную пиндосию из цветущей, как бы из прекрасной страны советской, они выезжали в этот ад и ужас. Я бы хотел зачитать, чем занимался вот папа, значит, ну это Вики так говорит. Бывший научный сотрудник научно-исследовательского института, экономического института при Госплане, кандидат физико-математических наук Михаил Израилевич Брин. Он стал преподавателем Мерлинского университета, ныне почетный профессор. Мать Евгения Валентиновна Брин, урожденная Краснокутская. В прошлом научный сотрудник в институте нефти и газа. Затем специалист по климатологии в НАСА, директор благотворительной организации ХИАС, автор ряда научных трудов по метеорологии. В общем, дед у него там тоже был, и бабушка, в общем, семья ученых. Зачем нам мозги? Ну, согласитесь. Тем более, они жиды проклятые. Пусть канают в свою эту пиндосию. Ну и вот цитата этого товарища Брина. Я знаю о трудностях, через которые пришлось пройти моим родителям, когда мы жили в Советском Союзе, и я глубоко благодарен за то, что они увезли меня в Штаты. Это в 2000 году, сказал. Ну и вот этот пассаж я бы хотел вам зачитать. Уж простите. Летом 1190 года, за несколько дней до 17-летия, Сергей, его отец возглавлял группу одаренных учеников специализированной математической школы, включая Сергея, в их двухнедельной поездке по обмену в Советский Союз. Как Сергей вспоминает, эта поездка разбудила в нем его детские страхи перед властями. Его первым побуждением к сопротивлению советскому угнетению было желание бросить галькой в машину милиции. На второй день поездки группа направлялась в лечебницу в Подновосковье. Сергей отвел своего отца в сторону, посмотрел ему в глаза и сказал, спасибо тебе за то, что ты увез всех нас из России. Google сейчас владеет миром. Ну, то есть, вот реально, куда ни плюнь, везде оно. То есть, это уже даже не чувствуется, это просто стало данью. Этот человек был рожден в Москве. В теории он мог бы что-нибудь сделать здесь, в России. То есть, он мог бы создать какую-нибудь систему, которая владела бы сейчас миром по-настоящему, которая могла бы завоевать Америку. Это, конечно, бабка надвое сказала, понятно, что там все могло пойти иначе. Но он уехал. Он уехал из этой страны. И как вот эта вот и дочка Сталина, и как он... Вот он был благодарен своим родителям за то, что он покинул Советский Союз. То есть, тут вопрос. Ну, если это была такая прекрасная, великая страна, если ее построили вот такой великий, прекрасный товарищ Иосиф Сталин, на смену которому пришли, это, знаете, тоже вот очень такой постоянно, что он построил великую страну, но потом пришли плохие люди. Вот эти люди, они откуда? Они с Марса свалились? Может, они как бы из его окружения были? Да, и то есть... Или что, мы опять начинаем говорить про хорошего царя и плохих бояр? Или мы возвращаемся к началу, мы говорим про системный подход? Вот такая великая сторона. А вот товарищ Сергей Брин из нее свалил. И теперь он владеет миром. И... Ну да, офис у них в Дублине, но, в общем-то, все основное это налоговое бабло. Понятно, в какую страну идет. Ну и какие тут могут быть комментарии? Скажите мне, пожалуйста. Вы будете писать про то, что он предатель и прочее? Ну, вы дебил, значит, если вы так думаете. И вот это, на мой взгляд, вот для меня это самое горькое. Самое горькое, самое неприятное во всей этой советской истории. Вот это и очередь в Макдональдс. Вот это два момента, которые меня просто вот вымораживают, мне мозг. То есть ты с одной стороны понимаешь вот это, вот смотришь на эту Байкало-Амурскую магистраль, ты думаешь, мама дорогая, ведь это ж какой пассионарный порыв. Ты смотришь на все эти, да, космические корабли, вот на это все. И в итоге, вместо того, чтобы изжить из себя этот совок, окончательно бесповоротно, и как-то, ну, попробовать адаптироваться к современным реалиям, нет. Он... он жив. И я думаю, что он будет еще жить очень долго. И самое интересное, что он начинает рождаться у молодого поколения, которое понятия не имеет даже, что такое СССР. Но которые вот живут с таким мифом в голове, с определенным, ну, то есть с одной ее частью, да, не включая другую. Я вот на них смотрю и думаю, что вот, чувак, ну, если бы даже вот просто посмотреть, как ты одет, я же молчу про твои татуировки, да, и там, про твою серьгу, но вот если бы посмотреть, как ты просто даже одет, и вот тебя какой-нибудь 77-й год, так тебя же на первом перекрестке отвели бы и устроили комсомольское собрание по поводу твоего внешнего вида и сказали бы вообще, что ты делаешь, почему ты снимаешь на буржуйскую технику вместо того, чтобы пользоваться нашим прекрасным зенитом, ну и так далее. То есть вот, вот что было бы. Но это все далеко, поэтому сейчас очень комфортно, опять-таки, на американском ютюбе писать про великие идеи коммунизма. И мне уже даже писали, что никакого противоречия в том, что это американская система, а мы тут топим за коммунизм, нет. Что мы обогащаем этих буржуев тем самым, ну, потому что каждое действие на любой системе, оно монетизируется. Ну, тут вам скажут про веревку, которую совьет буржуазия, на которой мы ее повесим. Но тут есть нюанс. Это сказал Ленин. Вокруг Ленина были Сталин, Дзержинский и прочее. Я, может, небольшой их фанат, но я люблю про них рассказывать, потому что я понимаю масштаб их личности, я понимаю, как они работали, в каких условиях они работали, через что им пришлось пройти. Но сейчас нет ни Лениных, ни Сталиных. Они только на аватарках всевозможных придурков. И я знаю, что эти придурки никогда не следуют с диванов. Потому что даже когда ты едешь рассказывать про баррикады на Арбате в 905 году, и ты едешь в тот самый день, когда эти навальнинцы, значит, устраивают инстаграм-пати, я не знаю, как это назвать, это чисто воды субкультура, на мой взгляд, и ты спрашиваешь у своих знакомых левых, а вы там были? Они говорят, нет, мы там не были. Мы снимаем сюжеты. Ну, как бы это хороший подход. Снимайте сюжеты дальше. Поэтому горечь утраты надо просто переварить. Ну, вот как немцы в свое время сделали. Переварили, и теперь выпускают Мерседесы с Ауди. Ауди. Очень хорошая машина. На ней очень хорошо можно налепить, можем повторить. Периодически встречаю такое. Это тоже, конечно, проявление определенного ума, я так думаю. И все, и живут дальше, смотрят в будущее. Почему бы нам так не сделать, наконец? Почему бы нам не перестать думать о том, кто как одет? Почему это вообще должно оскорблять тебя, кто как одет? И какое вообще тебе дело до того, кто как одет? Кто как мыслит? Кто как поет? Кто как, я не знаю, танцует? И все такое прочее. И частично вот этот вопрос всплывет у нас во время экскурсии в пятницу. Потому что, опять-таки, немногие москвичи знают, что у нас есть памятники, посвященные событиям в октябре 1993 года. Я тут, на самом деле, копнул эту тему, особенно фигуру Рудского. И сказать, что я охренел, и вообще ничего не сказать. То есть иногда даже кажется, что вот эта красная пресня с 1905 годом, а это все там в одном месте происходило. Это просто цветочки по сравнению с тем, что было тогда. Вот мы пойдем, это будет первая часть нашей прогулки по красной пресне, потому что она большая, за один раз все не охватить, потом будет вторая. А в субботу будет тоже про пропаганду, про Баумана, про ленинский план монументальной пропаганды, потому что памятник ему был как раз в рамках его и установлен. Ну и про замечательную пойму дяди Пушкина, не очень приличную. И откуда вообще у Пушкина это все? То есть будем гулять в всех краях. Это в Москве, а в среду гуляем по проходным дворам в Питере. В воскресенье мы гуляем от памятника Ленина до крестов практически, но не до основных, а до условных крестов на Лебедево. И главный анонс для нижегородцев 4 октября в 19.00 я прочитаю лекцию про Бетанкура, про дедушку нашей русской инженерии. В общем, все ссылки на все на Белом Свете находятся вот там. Там же находится электронный адрес, на который вы можете мне написать, если хотите поехать со мной в Берлин или в Париж. Две группы в конце октября, в конце ноября в Берлин и в конце января в Париж. На этом все, друзья мои. Донатить не надо. Комментарии пишите. Ради бога. Увидимся оффлайн и онлайн. Пока. Редактор субтитров А.Семкин